Всем большой привет! С вами Катя! И вы на канале Аблона Дракониха. Сегодня у нас будет распаковка сардельки пока проще дракона 3. Вот такого вот замечательного дракона мы сегодня откроем. Сейчас я вам покажу всю упаковку. Так она выглядит. И да, прежде чем мы начнем открывать вот эту вот сардельку, я вам скажу подпишитесь на мой канал и обязательно поставьте лайк этому видео. Особенно если у фанат драконов. Потому что на моем канале очень много всего интересного про драконов. И не только. Так что жми красную кнопку и включай колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего нового видео про драконов. Итак, давайте же начнем. Я пока камеру поставлю вот так, чтобы в хадр влезала вся упаковка. Упаковка у нас в голубых цветах. И она в стиле тайного мира драконов. Здесь написано D D Вот так. Здесь у нас сам дракон. Упаковка у него открытая, и дракон провязан на вот такую вот в ринвизочку. Дракона мы можем раз political посмотреть здесь очень подробно. За букву кробочки у нас Название этого дракона по-английски И класс драконов камнеедов Потому что Сарделька из класса камнеедов И здесь у нас нарисованы Некоторые драконы из этой серии Так как они тут не все В этой серии есть еще много крутых драконов Не только эти У меня из этой серии есть беззубик Роза ветров, которая здесь не нарисована И шепот смерти Вот так вот И здесь у нас нарисована сама Сарделька Будто бы она стоит в тайном мире Здесь у нас нарисован беззубик с Экингом Ну что ж, давайте Начинать открывать этого замечательного дракона Это, кстати, моя первая большая фигурка Сардельки в своей коллекции У меня были только маленькие И открываем Очень не надрезаем ветровку Все, дракона можно достать И эту ветровку, думаю, можно как-то вытащить Так, вот у нас сам дракон Еще тут внизу вот это вот желтенькое Это предупреждение Там ничего интересного нету И я его доставать не буду Упаковку я убираю И вот она наша Сарделька Давайте же ее рассмотрим Она очень похожа на своего персонажа, как в мультике Единственное, ну, она больше такого болотного цвета Желто-зеленого, так скажем Но в мультике она коричневая Поэтому, мне кажется, это единственный ее недостаток То, что немножко цвет не тот Ну, хотя это уже на чей вкус Мне такой цвет очень нравится Теперь давайте поговорим о ее подвижности У нее двигаются ноги Вот так То есть ее можно ставить в разные позы Например, вот в такую Вот она у нас лежит, отдыхает Или можно, например, чтобы она просто стояла вот так Далее у нее шевелятся крылья Ну, вот так вот они поворачиваются, так скажем Можно их направить вверх Ну, а можно их сложить вот таким вот образом Тоже смотрится очень прикольно Хвост у нее не двигается Но у нее при этом двигается голова Вот так Правда, она немножко что-то заедает Вот видите С таким немножко треском двигается То есть ее можно тоже вот так вот наклонить Немножко Вот так Она вот так вот к чему-то присматривается очень сильно Но я голову лучше ее поверну, как надо Ну, так же здесь у нее такие вот небольшие рожки Или ушки Это И они у нее резиновые То есть вот Они у нее гнутся Сама фигурка пластмассовая Ноги Немножко порезиненные Так они пластмассовые, в принципе И вот эти вот все пупыршики на ней Они тоже пластмассовые Фигурка очень качественная Очень прикольная Ну, размер она среднего То есть не маленькая, не большая Крылышки я ей пока поставлю Пожалуй, вот в такое положение Будем она собирается на взлет Фигурка очень реалистичная То есть глаза очень такие прикольные И так же очень хочу обратить внимание на ее зубы Потому что они у нее тоже очень-очень реалистичные То есть будто бы как настоящие, если честно Вот эти вот большие зубы немножко выпирают А все маленькие нет Ножки опять-таки у нее подвижные Ее можно ставить в разные положения Чем мне нравится эта фигурка Так скажем, плюс этой фигурки Мне нравится то, что ее ноги стоят в прямом положении То есть ее можно действительно поставить в разные позы То есть вот, например, она лежит Вот она стоит Или можно как-нибудь придумать, будто бы Она вот как-то вот так бежит То есть после этого дракона много В отличие, например, от беззубика Вот у меня беззубик из этой же серии Как вы видите, кстати, я вот здесь подписала своим именем У него ноги все согнутые И беззубик будет нормально стоять Только вот в этом вот положении Только когда у нее ноги вот в этом вот положении То есть вот Фигурка у нас стоит Нормально А, например, если ему какую-то ногу поставить Поставить по-другому, то фигурка у нас уже будет перекошена И стоять неровно То есть беззубика особо в позы не поставишь Потому что тогда он будет перекошенным Мне это не очень нравится в этой фигурке То есть он будет стоять ровно Когда у него ноги только вот в этом положении Вот И так вот он стоит ровно Если опять какие-то ноги ему переставить То он уже будет некрасиво стоять А с серделькой все гораздо круче То есть у нее ноги прямые Поэтому позы зависят от вашего положения ног Точнее от положения ног с сердельки Вот, например Я могу как только не поставить Также из плюсов она реалистичная Ну и прикольная, подвижная Из минусов я могу сказать Лично для меня только то Что ее не сделали кричневой, как в мультике Она немного другого цвета Например, беззубика же не сделали какого-нибудь серого А сердельку сделали немного другого цвета Но все же это не так критично, как я думаю Ну на этом все Не забудьте поставить лайк под это видео Подписаться на мой канал Нажимать на ту красную кнопочку внизу Всем пока-пока До новых встреч в новых видео